Добрый день, дорогие друзья! Я снова рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. Я очень надеюсь, что вы ждали этого выпуска. Сегодня мы побываем на некоторых эстет-сейлах. Скажу сразу, что ничего сверхъестественного мы здесь не найдем, но мы найдем очень хороший товар в покупке за очень дешево и в продаже за хорошие приличные деньги. Итак, первый эстет-сейл, мы подходим к дому. На сайте estetsales.net я заметила некоторые вещи, которые мне показались очень интересными, в частности чашечки, но это был второй день этого эстет-сейла, там была скидка 25% на все, и я немножечко переживала, что все-таки вот те чашечки я не найду. Возможно, их уже раскупили, но, подойдя к столу, моей радости не было предела, все четыре оказались на месте. Я посмотрела на стоимость, 3 доллара каждая, с учетом скидки в 25%, у того 2 доллара 25 центов за каждый сет, чашечку и блюдечко. Я решила пересмотреть. Работы хорошие, это японский фарфор, это метаска и левтон. Дело в том, что это не совсем мой вкус, мне не очень нравятся такие толстоватые формы, огромные ручки и вот этот перламутр, но на вкус и цвет, как говорится, товара нет. Все продается, все покупается и эти чашечки с блюдечками оказались не самые дешевые. Давайте мы посмотрим, сколько стоит одна такая чашка с блюдцем на eBay. И что мы видим в продаже за 35 долларов, 40 долларов и даже 50, но это только выставленные товары. Давайте сейчас посмотрим, сколько стоят подобные чашки уже в продаже, уже в завершенных объявлениях. И сразу я вижу 25 долларов, сразу я вижу за 20 долларов с половиной недавно. И, кстати, заметьте, 8 ставок, то есть этот товар, он очень интересен покупателю. Многие готовы получить себе такую чашку с блюдцем. И посмотрите, она совершенно идентична той, которая лежит сейчас на столе. То есть получается, купив чашечку с блюдцем за 2 доллара 25 центов, ты можешь его выставить на eBay около 25 долларов. В 10 раз дороже. Я думаю, что это отличная сделка. Я их беру. Друзья, я напоминаю вам, что у меня есть инстаграм, где вы всегда можете увидеть актуальную информацию. Пожалуйста, подписывайтесь на инстаграм и будьте всегда в курсе происходящего. Следующая вещица, это фарфоровая шкатулочка Каппо Демонте. Вы уже знаете, Каппо Демонте это итальянский фарфоровый дом. Хорошая ручная работа. Посмотрите, какая прекрасная ручная роспись. Вот этот снова светский мотив. Вы помните, в одном из прошлых выпусков я нашла похожую шкатулочку. Судя по всему, они из одной серии, но это отличается тем, что это больше и на четырех ножках. В продаже она сегодня 15 долларов с учетом скидки 11 долларов 25 центов. Ее можно продать около 30 долларов, я думаю, и я решила ее взять. Также здесь есть замечательные деревянные шкатулочки для украшений. Они, видите, как шкафчики. Очень милая расцветка, бледно-розовая, с белым. Мне очень понравилось. В состоянии хорошее, средняя цена таким шкатулкам деревянным около 45-50 долларов. Здесь она стоит 8 долларов. С учетом скидки получается 6 долларов за одну такую деревянную шкатулку. Их всего 2, поэтому получается 12 долларов. А потенциал у них около 60 долларов. Выгода очевидна. Мы берем и эти две деревянные шкатулки, и фарфоровую шкатулку Кабадимонте. Снова приглядываюсь к бижутерии. Здесь она очень симпатичная, однако мы снова здесь не нашли никакого золота. Это просто очень милая, симпатичная вещица. Руки у меня всегда тянутся к стеклу. Я все время в надежде найти что-то дорогостоящее. И, забегая вперед, я скажу, что в сегодняшнем выпуске мы все-таки найдем прекрасное стекло Waterford. Оно очень ценится, так что продолжайте смотреть. Здесь я обратила внимание на сервиз. И не зря обратила. Это Royal Dalton. Это Англия. Прекраснейший фарфор. Конечно, это не антиквариат. Это винтаж. Я причем думаю, что это вот совсем недалекий винтаж. Может быть, 90-е, но в прекрасном состоянии. Я проверила некоторые тарелки. Нет никаких сколов, трещин, каких-то желтоватых пятен. Такое ощущение, что с этого сервиза никто никогда не ел. За весь сервиз 45 предметов нам предлагают 60 долларов. С учетом скидки это 45 долларов. По сути, получается, что один предмет из сервиза 1 доллар. С учетом того, что это Royal Dalton, это очень хорошее предложение. Однако, сервизы очень плохо продаются на ebay. Это сложное занятие. Либо все по отдельности продавать. Чашки с блюдцами, например, отдельно. Десертные тарелки отдельно. Либо продавать его полностью. В отправке получится, что эта посылка будет бесить много. Поэтому я решаю не брать этот сервиз. Также здесь есть какой-то хрусталь. Это все-таки хрусталь, не стекло. Я просто им любуюсь и ставлю на место. Я так думаю, что это такие специальные бокалы для амаретто, либо для ликеров. Другого предназначения я им представить не могу. Хорошее американское стекло. Очень прозрачное, легкое. В продаже на ebay оно есть. Но для меня лично это не представляет никакого интереса. Хотя, конечно, у человека в этом доме был определенный вкус. В принципе, это все, что нас интересовало в этом доме. А сейчас давайте я проведу вам небольшую экскурсию. Продолжение следует... Я зашла в гараж и заметила этот невероятной красоты веночек. Вы знаете, что я их собираю, я их коллекционирую. Они мне очень нравятся. И я решила, что сейчас быстренько сделаю кружочек, вернусь и возьму его. Буквально понадобилось минута-полторы, не больше, уверяю вас. Но как только я вернулась как бы на исходную, я увидела, что, собственно, нету, пропал мой веночек. Поэтому правило номер один. Видишь что-то, нужно брать сразу же. Я слегка в расстроенных чувствах была. Мы быстренько все оплатили и сразу же поехали на другой эстет-сейл. Друзья, я уже неоднократно говорила. В прошлых выпусках, что иногда есть такое ощущение, когда заходишь на другой эстет-сейл, вот что-то здесь не так. Вот просто витает в воздухе какая-то вот странная энергия, я бы сказала. И это действительно так. Мы подошли посмотреть первые вещи, и у нас даже не тянулись руки, потому что какие-то очень странные цены на самом деле. То 10 долларов за какую-то склянку непонятную, то 3 доллара. Единственное, что меня очень заинтересовало, это маленькая фарфоровая чашечка. Это видно, что это антиквариат. Ее клеймо очень сильно напоминает фарфоровый дом Мейсон. Это Германия, это очень дорогой фарфор. Но я не решилась ее брать, потому что она одна никому, собственно, не нужна. Хотя, если бы это был наборчик чашечка и блюдца, то это могло бы стоить в районе и 50, и 60, и даже 70 долларов. Собственно, в этом доме нас ничего не заинтересовывало, руки ни к чему не тянулись. И мы с Сашей зашли в гараж. Я ничего не ожидала там увидеть. Я собиралась уже выходить. Как он меня откликнул и сказал, Аня, здесь есть чашки и блюдца. Я вообще ничего не поняла, потому что, по идее, они должны были быть в доме. И каково было мое удивление, когда я нашла прекраснейшие, прекраснейшие чашки и блюдечки. Вот это, например, Роял Эдерли, это Англия. Посмотрите на этот прекрасный пастельный розовый цвет. Это прекрасная ручная роспись, эти розочки, это золото. Вторая чашка с блюдцем, это фоли и бон чайна. Это Англия тоже. Прекрасный, тончайший фарфор, все как я люблю. И вот они вот здесь в пыли, в грязи. Но состояние прекрасное. Ни сколов, ни трещин я не нашла. И, к слову, оцениваются эти чашки с блюдцами. Одна пара около 25 долларов в продаже. А стоят они здесь три каждая. Мы решили их взять. Также мы посмотрели всю остальную посуду, находящуюся в гараже. Там мы нашли даже лимош. Другой вопрос, что, конечно, в ужасном состоянии все, либо в единичном экземпляре, что не имеет смысла. И мы все-таки не решили взять ничего, кроме Роял Эдерли и Фоли Боу Чайна. Потенциал 50 долларов из 6 долларов. Это классно. Более мы ничего в этом доме для себя интересного не нашли. Саша нашел такой звоночек и сказал, что необходимо его купить. И он каждый раз, сидя в своем кабинете, будет меня вот так вот вызывать. Ха-ха, подумала я, очень смешно. И мы расплачиваемся и едем на третий стедсейл. Да, всего пару минут. По факту мы были там минут 10 в этом доме. Но и спасибо и за то, что мы нашли. А мы уже на месте. И судя по тому, что здесь достаточно много людей, сейл хороший. Обстановка очень неплохая. Меня интересует посуда, поэтому я подхожу ближе к столам. Меня заинтересовывает вот этот набор, но он ничего не стоящий. И второй безумно красивого цвета наборчик. Бинго! Это вэджвуд. И это англия. Это очень хороший фарфор. За эту чашу для сахара. За этот кример. Кример это сосуль для молока или сливок. И 5 тарелочек вэджвуд всего 10 долларов. В потенциале это может стоить 50. Я проверяю фарфор на сколы, трещины. Что касается чашек для сахара и соусника вот этого, они вообще в идеальном состоянии. Такое ощущение, что ими никогда и никто не пользовался. А вот маленькие десертные тарелочки все-таки были в употреблении, потому что имеют мелкие такие царапины в серединке, ну и иногда по краям. На фоне красного вот этого цвета они очень незаметны. Но тем не менее 10 долларов за этот набор я сразу же его беру. Потому что вэджвуд продается и продается очень даже хорошо. Мы их берем. Если вы смотрите мои видео с самого начала, то вы уже должны понимать, какой фарфоровый дом стоит сейчас на этом столе. Посмотрите внимательно. Пастельные тона, светло-голубой, бледно-розовый. Вам ничего это не напоминает? Правильно. Это фарфоровый дом Ладро, Испания. Бесподобные фигурки. Очень дорогие в продаже. Ну, собственно, и в покупке они очень дорогие. Если вы не видели один из предыдущих выпусков, он называется Шик, блеск, красота. Так вот, посмотрите обязательно, там просто невероятная коллекция была Ладро. И там есть ценники все. Вы удивитесь, сколько могут стоить статуэточки. Но это, конечно, бесподобные работы. Тут нечего говорить. Однако и в этот раз цены немножко кусались. И я не решила взять ни одной этой фигурки. Идем дальше. И дальше я вижу Сашу, который стоит и рассматривает очень милые чашечки. Саша тоже отлично разбирается в фарфоре уже. И посмотрите на качество. Синяя чашечка – это Роял Альберт. Англия. Вот эта вот кремовая чашечка – это Фоли Бон Чайна. Мы сегодня уже с вами встречали это название. Далее я держу в руках снова Роял Альберт. Все в идеальнейшем состоянии. Ни сколов, ни трещин. Как будто бы вот только вчера были куплены эти чашки с блюдцами. Хотя они все винтажные. Сейчас я держу в руках английский фарфор Delphin. Я никогда до этого не встречала Delphin, если честно. Но, судя по качеству, отличный английский фарфор. Посмотрите снова Роял Альберт. Какая красота. Черная чашечка. Необычная форма раскрывающегося бутона. Класс. Саша нашел просто великолепные чашки. Каждая из них на этом эстетсейле стоила по 5 долларов. В продаже каждую из них мы будем продавать по 25, потому что в продаже они уже за столько продавались ранее. Сейчас я держу в руках Роял Уиндзор. Это тоже Англия. Прекрасный фарфор. За весь этот сет, кример, чашечка для сахара и маленькая тарелочка 5 долларов. Но дело в том, что я заметила небольшую трещинку. И забегая вперед, скажу, что он нам достанется вообще бесплатно. И, наконец, с небеса услышали меня, и я нашла классное стекло Waterford. Это Ирландия. Здесь я хочу сама себе исправить. Это не стекло, это хрусталь. Вот как Сваровский, Бакарат, Лолик. Вот Waterford на одном пьедестале с этими прекрасными производствами. Каждый из этих декантеров для вина стоил по 45 долларов. Саша отнес их на сохранение, пока мы смотрим остальную часть дома. И когда мы уже пришли расплачиваться за все, оказалось, что кто-то забрал нашу коробку, фирменную Waterford. За это нам работники эстет-сейла сделали великолепную скидку по 15 долларов с каждого декантера. Получается, что мы купили оба за 60 долларов, а в продаже мы можем получить за каждые по 100. Огромное спасибо работникам этого эстет-сейла. Я пошла исследовать дом дальше. И я нашла еще больше Waterford, и не только. Сейчас я держу в руках Лолик. Это французское стекло или французский хрусталь. Очень дорогой в продаже, вы можете видеть, за эту маленькую птичку просят 20 долларов. Но если бы мы знали наперед, что делают такие хорошие скидки, мы, конечно, бы взяли ее. Но не судьба в этот раз. Также здесь был другой ирландский хрусталь. Вы видите эти чаши для фруктов, для конфет. Но мы не стали его брать, потому что посмотрели в продажах. Он, в принципе, столько и стоит на eBay, сколько он стоит сейчас на этом эстет-сейле. Но все же я была очень рада найти отличный хрусталь и дорогое стекло, чтобы показать вам, ну и, собственно, самой поучиться новому. Мы нашли и купили все, что хотели на нашем последнем эстет-сейле. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы до конца посмотрели это видео. Пожалуйста, поддерживайте нас комментариями, лайками и подпиской. А также не забывайте про наш инстаграм. Я всем желаю крепчайшего здоровья. Всем большое спасибо. До новых встреч!